Это я пришла погулять в саду университета. Вот с профсоюзной, с этой улицы, через эту вот дверку. Здесь парковка есть, если что, платная. И вот по такому красивому, по таким красивым лестницам сейчас поднимемся вверх в этот парк. Не знаю, может он называется просто скверик или что-то, или садик. Но здесь симпатично. Видите, скамеечки, растения. Красиво так все. Смотрите, какая крупная-крупная сирень. Очень крупная. Вот по сравнению с пальцем. Вот рядышком с пальцем, с ногтем. Очень крупная сирень. Но уже отцветает. Ой-ой-ой, посмотрите-ка. Какие красивые. Тоже не знаю, что-то, наверное, декоративное. Или яблони. Какие цветы. Цветы красивые. Здесь так приятно. Пахнет вкусно. Круптура здесь интересная. Она называется «Столик с книгами». Потому что это сквержи Казанского федерального университета. Книги можете взять, почитать, присесть на эти стульчики или на эти скамеечки. Вот такой здесь скверик. Это у нас высотное здание физмата университета. Вот непонятно. Я вот не разбираюсь, что это. Черешни, вишни или сливы. Или это яблони. Но листья очень красивые. Красиво все смотрится. Вон сколько сирени. Одна сирень. Это вот такая яркая здесь сирень. И тоже такой же сорт красивый. Тоже отцветает, но тоже очень крупные. Такие крупные цветы. Ели тоже. Вот какие красивые. Какая зелень у них красивая. Ой, молоденькая такая. Цвет просто замечательный. Очень красиво. Ели загляденье. И сирень рядом с ними. Это более насыщенный цвет у сирени. Ой, все уже отцветает, но пахнет. Дарит нам прекрасные запахи. Ой, ветерок сегодня. И из-за того, что ветерок, сирень прям так быстро доносится. До носа очень вкусно. Все-таки вот господь бог, да? Молодец. Сирень нам. Для нас сирень создал. Сирень создал. Спасибо ему большое. Они сражались за Родину. Журавли. Кто-то устроил даже отдых здесь. Пикник. Вот такие здесь скамейки. Я поняла по факультетам. Здесь международных отношений. Далее юридический. Там, где девушка сидит, что-то географическое дома. Это математика, физика. Там дальше Толстой. Это литература. Это сова. Искать истинную правду. Служить общественному благу. Здесь что у нас нарисовано? Что-то связано с интернетом, да? Собачка. Нравственность человека видна в его отношении к слову. Лев Толстой. Это, похоже, тоже красивое растение. Красота. Пахнет. Слава богу, хоть немножко пчелки есть. Или это осы, не знаю кто. Но кто-то летает, опыляет. По крайней мере, видно их здесь, да? Вкусненько, сладенько. Немножко летают. А то в городе все-таки переживаешь. Всегда. Будут ли пчелки опылять все? Экология не убила ли их всех? Колокольня с Баумана здесь видна. Здесь тоже объявление. Красивые какие кустарнички. Желтенькие. Недавно посадили. Когда подрастут, будет очень красиво. Посмотрим на скверик с высоты. Колокольня с Баумана. И вот сквер есть на ладошке. Часть сквера нам видна. Вот тоже какие красивые растения. Кустарничек. Кстати, пахнет тоже. Издает. Издает аромат вкусный. Наверное, у кого аллергия, здесь гулять опасно. Как красиво тоже цветет. Вот цветочки. Желтизна. Отцветают тюльпаны. Какие красивые. Очень красивые вообще. Форма такая симпатичная у них. Памятник Аксакову. Писателю. Ну, а это Толстому. Льву Николаевичу. Ирисы тоже радуют. Какие-то уже заканчивают цветения. Новые еще собираются. На них мы можем потом прийти посмотреть. Здесь, похоже, ландыши были. Тоже вот уже цветочки заканчиваются. Какие. Вот, к сожалению, я не знаю, что это за деревья. Такая мягкая-мягкая хвоя. Кажется, что колючие. Оказывается, нет. Я спрошу у своих коллег. Они скажут. Они разбираются. Так красиво. На ветру они колышутся. Симпатично. Сосны-то, сосны-то, что делают. Как красиво. Или это не сосна? Не знаю. Ну, какая-то сосна, думаю, очень красивая. Эти свечки у нее. В общем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»